В прошлом уроке мы сами добавили сабсцен к нашему шоту 0.4 Давайте с вами мы его уменьшим, потому что нам он в принципе тут не нужен за пределами Вот, и собственно что я хочу теперь сделать? Я хочу теперь добавить к этому сабсцену еще один, либо сабсцен, либо просто можно сделать даже камерой То есть вообще по-хорошему тут нужно создавать еще один сабсцен, где конкретно заниматься уже именно работой с камерой Но никто вам не мешает, здесь просто добавить саму камеру и собственно дальше с ней заниматься То есть у вас уже есть готовая анимация, то есть все готово Теперь задача другого специалиста, оператора, все это как-то красиво оформить Ну понятно, что мы тут с вами не сможем, поскольку я не являюсь оператором Но попытаемся что-нибудь сделать Итак, создаем новую камеру Вот мы в принципе с ней уже в ней пилотируемся Она также является спаунабл, поэтому не забываем об этом Ну и допустим как-то вот так, пусть у нас с вами будет первый ключик Значит я ставлю ключ на трансформ Дальше смотрим, что у нас происходит Так я хочу, чтобы в момент этого удара мы с вами оказались где-то вот тут Чтобы прям поразглядеть его более детально что ли Так Вот, дальше я думаю, что у нас камера пусть тут зафиксируется Поэтому я ставлю ключик в том же самом месте Да, то есть чтобы у нас камера остановилась Вот, и дальше соответственно мне нужно куда-то вправо, например И вот так чуть-чуть, чтобы просто увидеть, как он упадет И паук погибнет Так, только где он тут? Так, ладно, давайте с вами попробуем пока что вот так вот Вот и поставить ключик Посмотрю, как это работает И надо еще вниз опуститься Да, я думаю, это будет идеально Значит просто Q нажимаю И вот так вот вниз И ставлю тоже ключик Ну примерно вот так вот Ну вот, это вот такая вот работа с камерой То есть в принципе ничего сложного нету Ну да, то есть мы сами в целом-то все создали уже В плане анимации Все, что нам нужно было сделать, это Так, что-то произошло А, у нас там Так, не помню, куда все делось-то Какой-то баг непонятный Так, вот Вроде бы нормально Так Вот, и теперь Теперь нам нужно открыть сейчас Мастер Тут у нас есть Шот 0.4 Вот, но он почему-то здесь Не отображается Вот, теперь отображается Так Так Тут у нас animations Камера Все здесь у нас также присутствует Что-то весьма Странно То есть у нас тут ограничено Так, надо сейчас вернуться обратно Шот 0.4 И Так, у нас тут в мастере Значит ограничено Понимаю почему Так, сейчас мы увеличим его Да, вот Все, полный шот Проигрался Вот, теперь целиком Да, все тут влезает Вот animations Тоже целиком все вылезает Возвращаемся в мастер Вот, и ставим Конец анимации Собственно вот на этом вот моменте Вот так вот Все, теперь у нас все кадры готовы Давайте с вами попробуем Проиграть это все дело То есть вот мы сами движемся Вот так он поднимается Второй шот пошел Заспавнил паука Показываем окрестности Бьет его И он падает Ну как-то немножко, конечно Там так резко все немножечко Может корявенько Да Но еще раз говорю Я не являюсь профессионалом В создании кат-цен Никогда не учился Ни на режиссера Ни на оператора Поэтому тут на самом-то деле Это вот работа отдельной Отдельного отдела специального Который этим серьезно занимается Я просто показываю инструмент Для того, чтобы вы могли бы хоть что-то примитивненькое Да, то есть какие-то анимации добавить Какие-то там движения Что-то, например, время кат-сцены куда-нибудь шел Вот этим мы сами и занимаемся А так профессионально, конечно Это нужно делать все Ну, понимающие, да И знающие, как это все работает А так в целом мы с вами вот Добавили к нашей сап-сцены Уже камеру То есть можно было бы камеру В отдельной сцене тоже сделать Вот, но это в принципе уже совсем не обязательно Вот на этом пока что все Спасибо за внимание